История теплохода «Феликс Дзержинский» началась в 1978 году. Соорудили его в Чехословакии, в городке Камарно. Технические работы велись на верфи «Словенские ладеницы». Теплоход «Дзержинский» разработан по проекту 92016 и предназначен для речных круизов. Эксплуатирует судно ОАО «Волжское речное пароходство». Оператором является компания «Водоход», эксплуатирующая множество судов. Официальный сайт здесь. Портом «Феликса Дзержинского» является Нижний Новгород. Навигация судна проходит из Москвы в разные города России, Нижний Новгород, Мышкин, Санкт-Петербург, Углич, Ярославль, Тверь, Кострому с обратным возвращением в Москву. Лайнер оснащен четырьмя палубами. Максимальное количество пассажиров – 339. Характеристики у судна следующие. Длина – 135,7 метра. Ширина – 16,8 метра. Осадка – 2,9 метра. Максимальная скорость, которую способен развить лайнер, составляет 26 километров в час. Каюты отличаются по классу. Гости могут выбрать из таких вариантов класса люкс – одноместные, двухместные одноярусные, двухместные двухярусные, трехместные двухярусные, четырехместные двухярусные. На главной палубе располагаются трех- и четырехместные двухярусные каюты. Всего насчитывается 28 номеров. Здесь же располагается ресторан «Волга» и медицинский пункт. На средней палубе 80 кают, все они двухместные. К услугам отдыхающих ресторан «Ладога» и детский клуб. На шлюпочной палубе расположено 56 номеров – люкс, одноместные и двухместные. В разных концах палубы есть бар «Нева» и салон «Панорама». На солнечной палубе находится конференц-зал, бар «Свирь» и солярий. Теплоход «Панферов» все каюты на круизном лайнере имеют душ, санузел, шкаф, радио, кондиционер и окно. Установлены розетки для подзарядки. Уборка в комнатах проводится ежедневно. Кают класса люкс на лайнере 2, в каждой имеется две комнаты – гостиная и спальня. Гостиная обставлена мягкой мебелью, есть телевизор с DVD и холодильник. В каждой комнате имеется по два окна. На лайнере 14 кают, где могут расположить одного человека. Одноярусных двухместных кают на теплоходе 45, а двухъярусных – 67. В последнем варианте спальные места расположены одно над другим. Трехместных двухъярусных кают насчитывается 27. Обставлены они следующим образом, есть два спальных места внизу, а третий располагается на втором ярусе. В четырехместной каюте расположение мест – только в два яруса. В номере имеется холодильник. Таких кают на лайнере 4. Теплоход «Максим Горький» на борту судна «Феликс Дзержинский». Гостям доступны следующие услуги – конференц-зал, вай-фай, два ресторана, бар, салон, панорама, открытая верхняя палуба, магазинчик с сувенирами, гладильная комната, прачечная, медицинский кабинет, детская комната, комната для массажа. День на теплоходе начинается с гимнастики под руководством опытного инструктора. По желанию можно принять участие в мастер-классах, викторинах, соревнованиях. Обратите внимание. Каждый вечер в баре устраивается развлекательная концертная программа, организовывается просмотр кинофильмов. Купив путевку на лайнер «Феликс Дзержинский», гости получают услуги пансионата. Им доступны занятия физкультурой, массаж, фито-чай, кислородный коктейль. Теплоход «Солнечный город» размещение туристы оплачивают преждевременно. В стоимость путевки входят мероприятия и культурные развлечения, указанные в графике программы. Интересно. Система питания на теплоходе организована по принципу «шведский стол» со свободной рассадкой. Кормят гостей трижды в день. Сразу после поселения на борту организовывается коктейль, сопровождающийся запуском воздушных шаров. Во время праздника туристы знакомятся с экипажем судна. На длительных рейсах устраивают заключительный ужин. Холодильник доступен гостям, оплатившим каюту класса «люкс», либо четырехместную. Туристы, проживающие в каюте «люкс», имеют еще одно преимущество – телевизор. Во время круиза «криз» организовываются стоянки, гости могут прогуляться по городу либо посетить местные достопримечательности. По желанию организовываются дополнительные развлечения, обзор города, участие в фольклорном мероприятии. Такие услуги оплачиваются отдельно. В стоимость путевки не входит посещение сауны, напитки в баре, телефонные разговоры. Важно, гости должны сами позаботиться о трансфере в город во время экскурсионной программы. Согласно правилам, установленным на лайнере, вернуться на теплоход нужно в указанное время, самостоятельно организовав проезд обратно в порт. На теплоходе «Дзержинский», согласно описанию тура, гостей кормят трижды в день. Они могут выбрать блюда из нескольких вариантов. Если тур длится дольше пяти дней, проводят заключительный капитанский ужин. Готовят на борту высококвалифицированные повара. Гостям, пребывающим на диете для похудения, блюда подбирают с учетом их калорийности. Ограничений не почувствуют даже туристы-вегетарианцы. Теплоход «Феликс Дзержинский» – это своего рода санаторий. Гости во время путешествия получают диетическое питание, ежедневно им дают кислородный коктейль и фито-чай. На корабле организован пункт медицинской помощи. Персонал имеет все необходимое для облегчения состояния пассажиров с обострениями хронических болезней. При плохом самочувствии туристам будет измерена температура, артериальное давление. Основные навигации указаны в расписании лайнера. Посадка на теплоход «Феликс Дзержинский» начинается за три часа до отправления. Это время нужно уточнить на сайте или у менеджера. Обычно оно приходится на обед – около 12. Календарь поездок выложен на сайте. Самый короткий маршрут длится три дня и проходит через Москву и Углич. Такая же длительность поездки в Мышкин – Тверь. В первый день организовывается знакомство с персоналом. На вторые сутки гости могут прогуляться по городу. В рейсе на Мышкин предлагается фольклорно-развлекательная программа «Авдотьин чай», а также дегустация блинов. Важно! Время, отведенное на прогулки и экскурсии, указывается в программе круиза. На официальном сайте рейса теплохода «Феликс Дзержинский» к Угличу рекомендованы отдыхающим с детьми. В городе есть галерея кукол. Организовывается также поездка в этнографический музей, расположенный в окрестностях. Самый длительный круиз, согласно расписанию на 2018 год, занимает 7 дней. Это поездка из Москвы в Нижний Новгород через Мышкин, Кострому, Плес, Городец. Обратный путь проходит через Ярославль и Рыбинск. Круизы завершаются в вечернее время, после 20. Теплоход «Дзержинский» подходит любителям активного времяпровождения, а также туристам, предпочитающим спокойную обстановку. Благодаря аниматорам скучать здесь не придется ни взрослым, ни детям. На лайнере созданы максимально комфортные условия для длительного путешествия.